МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добро пожаловать в самое сладкое, самое карамельное шоу страны кондитер-дети. И сегодня за звание лучшего юного кондитера страны будут соревноваться наши талантливые тинейджеры. Сегодня помогать выбирать лучшего юного кондитера страны мне будет мой учитель, мегапрофессионал, великолепная Сусана Рамовна. Приветствую вас. Привет. В нашем сладком мире. Когда она смотрит на десерты, вся страна со слезами на глазах провожает их в последний путь. Ольга Вашурина, приветствую. Доброе утро. Ну, вы изощряетесь каждый раз, как бы, все ярче и ярче. Ольга, все соответствует жизни, реальности. 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 Да, хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Итак, сегодня у нас ответственная миссия. Коллеги, вы готовы? Готовы. 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 Итак, первый участник. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот такой блестящий тортик. Здравствуйте. Меня зовут Алсум. Мне 11 лет. Я приехала из Республики Башкортостан. Круто. И хочу вам предложить мой вкусный торт. Внутри находится карамельно-ореховый слой, основной мусс из белого шоколада, шоколадный бисквит и из молочного шоколада прослойка. Ого-го. Кто делал Алсум? Я делала. Кто делал? Я. Кто? Я. Сама? Сама. Своими руками? Конечно. При какой температуре отпекала? 180 градусов. А 165 хорошая температура? Ну, зависит, какая выпечка. Окей, давайте. Ой, какой разрез красивый. Мотор-мотор? Нет. Мотор-мотор что означает? Я не знаю. По-башкерски. А, мотор. Мотор. Красиво. Красиво? Да. А я говорю, мотор-мотор, а вы говорите, нет. Разрез шикарный, профессиональный. Хорошо, давайте попробуем. Сусанна Арамовна. Алсум, ты так вкусненько рассказала про свой торт и вкусно представила. И вкусный разрез, и хороший вкус. Ты умничка. Ты молодец. Я тебе говорю, да. Продолжай, развивайся в этом направлении. Спасибо. У тебя все получится. Ольга Анакондовна, дерзай. Алсум, если это делала ты, то ты профи. Я в шоке, как это вкусно. Естественно, я говорю тебе да. Спасибо большое. Ты большая молодец. Алсум, однозначно да, вы в финале. Ура. Для нас большая честь, что такой профессионал украсит наш финал. Фартук ваш. Спасибо. Молодец. Молодец. Алсу, молодец. Маме привет, как маму зовут? Большат. Большат. Вот такая доченька Алсу. Держим пальчики. Надеюсь, что в финале все у нее получится. Мой торт всем понравился, и я одержу свою победу в финале. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Какой шикарный свадебный тортик. Он не свадебный, но вкусный. Меня зовут Марина, мне 13 лет, я из Москвы. Я начала готовить 7 лет. Я готовлю каждый день, еще готовлю на заказ тортики. Уже на заказ продаете торты? Да. В какую цену этот торт? 3200. 3200? Да. Вес? Вес около 2 килограмм. То есть у вас килограмм стоит сколько? 1600, но это морковный торт, он очень вкусный. Он очень вкусный? Очень. Давайте я вам расскажу, что в номер 3. Давайте. Там очень вкусные, сочные, пряные бисквиты с морковкой, с грецким орехом. А крем на вареной сгущенке, потому что вот я подумала, что обычный крем-чиз, он, ну, обычный. Обычный. А с вареной сгущенкой он не обученный. Хорошая идея, очень интересная, как... Смотри, любишь крем с вареной сгущенкой. Да. Очень интересно, как сочетается морковный бисквит с вареной сгущенкой, очень интересно. Я решила не банальный делать, а более такой непопулярный. Я нигде не видела такой торт. Ну, давайте резать. 3-200, да, говорите? Ага. В середине, конечно, очень красиво смотрится вот этот слой сгущенки. При этом вот эта часть, конечно, очень мокрая, нижняя. Прям мокрая-мокрая. Видимо, это с патронами. Прям жидкость оттуда выливается. Как будто с тазик воды вылили. Когда-нибудь белье стирали сами, нет? Стирала. И выжимали после этого руками? Да. Ну, мне так он вкусный. А бисквит так не пробовали выжимать? Он нежный. Он развалится, если я вот так его делаю. Ну, посмотрим. Сусана Арамовна. Разрез торта очень красивый. Приятно на него посмотреть. И хочется его попробовать. Коржи хорошие. Но мне немножко здесь помешало сгущенное молоко. Но, я думаю, ты учтешь замечание. С кремом поэкспериментируешь, и получится что-то, ну, немножко другое. Я тебе говорю да. Спасибо. Ольга. Марина. Сначала показалось, что 3200 – это многовато за твой торт. Но после пробы я считаю, что это достойная нормальная цена. Я говорю тебе да. Не буду долго томить. Марина, сгущенка вас подвела. В чистом виде есть вареную сгущенку, но это тумач. Все остальное выполнено качественно. Я хочу вам дать шанс попробовать себя в финале. Фартук ваш, вы в финале. Но чистую сгущенку в финале не используйте. Я очень счастлива, что я прошла финал. И я уверена, что я себя покажу намного лучше, чем с этим тортом. Ну, где ты, наш взрослый, юный кондитер? Заходи. Ой, 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 что за комарик к нам пришел? Красивенькая несет. Здравствуйте, Ренат, здравствуйте, Ольга и здравствуйте, Сусанна Арабовна. Я рада вас видеть. Меня зовут Алина Полякова, мне 13 лет. И я приехала к вам из подмосковного города Ивантиевка. Я принесла вам мой торт «Инь и янь». Это означает мужскую энергию и женскую энергию. В вашем возрасте вы уже знаете, что такое мужская энергия и женская энергия? Да. Мужская энергия, она солнечная, а женская – лунная. Вау! Какая? Лунная! Лунная? Да. Откуда ты это знаешь? Как можно знать в 11 лет? Мы с бабушкой этим увлекаемся. Бабушка у себя четкая. А что внутри этого изделия? Внутри этого изделия классический бисквит и крем-чиз. Давайте попробуем. Интересно. Что приготовила ваша бабушка? Я сама приготовила. А мне очень интересно, что приготовила именно ваша бабушка. Приезжайте к нам в гости, попробуйте. Это я сама готовила. Точно не бабушка? Точно. Давайте резать, сейчас я посмотрю. Не знаю, как мужская и женская энергия, но есть ли там энергия бабушки, я пойму сразу. Энергия бабушки. Помочь? Давай помогу. Давай. Давай. Ну, конечно, наилегчайший воздушный бисквит. Не знаю, смогла ли бабушка сделать настолько легкий бисквит? Я сама его сделала. Но боюсь, что суховатенько. Видите сами, да? Немного, да. Он мягкий, но немного тугой. Он не похож на резину, но немного крем густоват. Профессионал прям чувствуется. Уважаю. Сусанна Арамовна. Алиночка, я так понимаю, у тебя бисквит классический? Да. Классический бисквит. Надо все-таки пропитывать. Вот когда делаешь шифоновый бисквит, он получается более сочный, более пропитанный, более влажный. У тебя классический. Его надо было пропитать немножко сиропом. Крем вкусный, крем хороший. Мне понравился. В целом, торт хороший. Я тебе говорю, да. Спасибо. Алина, у тебя есть уже одно да? Да. Ольга Анакондовна. Алиночка, смотри, хотелось бы больше вкуса в торте. Помимо бисквита, еще хотелось бы крем получить, потому что здесь его очень мало. И, возможно, что-то ягодное, какие-то акценты, чтобы были. Пока вот до финального торта не дотягивает. К сожалению, я говорю тебе нет. Спасибо за ваше мнение. Алина Александровна, ситуация неоднозначная. Есть одно да и одно нет. Алина Александровна, вы точно готовы услышать правду? Да, я за этим пришла. Уважаемая Алина Александровна, вашему торту я говорю... Да, готовьтесь к финалу вместе с этим фартуком. Этот фартук ваш, вы в финале. Спасибо. Я очень рада, что меня пропустили в финал. Я не ожидала. Я не думала, что мой уровень настолько высок. И хочу передать привет бабушке с дедушкой. Ждем следующего участника. Здравствуйте! Кто-то там такой красивый! Здравствуйте, меня зовут Асана Визель. Я приехала к вам из Казахстана. Классно. Среди славам наивкуснейший торт клубника со сливками. Он состоит из коржей на основе сгущённого молока, воздушного и лёгкого крема на основе сливок и сгущёнки, а также клубничного конфитюра. Дизайн выполнен в тематике Тора. Тор – это бог грома и молнии, а вы – бог кондитерского мира. Поэтому этот молот для вас. Какая прелесть! Презентация интересная. Презентация шикарная. Скажите, Гузаль, как Тор уронил молоток в этот торт? Правильно я понимаю, что Тор хотел попасть в меня молотком и промазал? А я вот здесь такой ехидно улыбаюсь, но оно так осует. Нет, это вы хотели молоток ударить. Это я хотел? Что здесь написано? Герою кондитерского мира. Класс! Подождите, внутри в ручке есть что-нибудь вот здесь? Да, там есть деревянная шпажка. Я правильно понимаю, что это молот-осминог? Это как каркас. Мы же крепим ярусные торты. Давайте резать. Ну, очень спорный разрез, на самом деле. Здесь не читаются слои, здесь не видно присутствие крема, не видно, какие полуфабрикаты здесь. Здесь вот такая каша-каша-малаша. Это не каша, это торт. Снаружи выглядит как каша? Нет, это вкусный торт. Я не тот кусок отрезала. Слои видны или это каша? Да, видно, вот смотрите. Вот, крем, крем, конфитюр. Вот отсюда вот видно, если вы посмотрите. Новая фантазерка. Ну, давайте пробовать, окей. Сусана Арама, давайте все-таки начнем с вас. А то у вас в поезде сегодня, вы говорили, не очень вкусно покормили. Надеешься, что это будет вкусно, да? Сусана Арамовна. Вообще презентация торта была очень красивая, очень вкусная. Прям вот слушаешь, и хочется этот тортик отведать. Я очень люблю сочетание вот крема с клубникой. Но, к сожалению, разрез, вот смотришь на него, и вот все там в перемешку бисквита не видно. Клубника вся там перемешалась. Очень сожалею, что я вам говорю нет. Ольга, визуально похоже на молочную девочку. Вот так вот. Ну да, это у них технология выполнения одна. У меня есть какие-то замечания. Очень сладкий бисквит. Он сделан на спущенке. При этом очень сладкий крем и сладкая клубника. Если бы, например, ягода была малина, например, и не такой сладкий крем, это было бы вкусно. А так это просто сладко, вот сладко и сладко. Извините, я говорю нет. Гузаль, я понимаю, что вы проделали длинный путь. Данное изделие по внешнему виду неплохое. Идея правильная. Задумка интересная. Разрез слабенький. Но вы на правильном пути. Я хочу, чтобы вы дальше развивались, не опускали ручки и пришли в следующем сезоне с качественным кондитерским изделием и утерли всем нос. Я в вас верю. Только нужно немножечко подтянуть. Договорились? Вы молодец. Удачи. Спасибо большое. Мой торт сегодня не прошел в финал, но я обязательно вернусь в следующем сезоне с наиболее качественным и лучшим тортом. Мы ждем тебя, юный талант. Здравствуйте. 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 У всех такие тортики яркие. Яркие, интересные. Блестяще. И какой красивый гель на торте. Меня зовут Аня. Я к вам приехала из города Омска, из Сибири. Мне 12 лет. И я хочу презентовать вам свой торт. Привезла я вам три шоколада. В начинке три мусса и шоколадный бисквит. Мусс сырный? Нет. Сыр добавляла сливочек? Нет. Там только шоколад и сливки. Шоколад, сливки, желток, сахар, молоко. Желток, сахар, молоко. И шоколад. Молодец. Шоколадный бисквит как вы делали? Просеяла обязательно муку с какао и разрыхлителем. Взбила белки, потом добавила к ним желтки. Далее добавила сухие ингредиенты и совсем немного молока. Зачем вы добавили молоко? Ну, чтобы немножко стала жижеконсистенция, потому что получилось густовато. Немножечко переборчились с мукой и решили подразбавить. Да. То есть вы еще умеете работать с браком? Это не брак. Это торт на 100% качественный. Я в нем на 100% уверена. А может быть на 96? Нет, на 100. Ну, тогда режем. А вот желатинчика там переборщили. Анечка. Нет, там доска. О, сколько же. Прошу вас попробовать. Ох, какое разрезище. Разрез, разрезище. Желатин, желатинище. Нет. Ой, желатинище. Нет. Ой, желатинище. Ой, давай попробуем это желатинище. Держи. Вкусно и нежно. А желатина много там. Ой, как много. Немного. Ой, как много желатина. Нет, немного. Ой, тонна желатина. Нет. Четко. Сусанна Рамова. Анечка, бисквит у тебя действительно получился немножко плотный. Суховат. Слои три шоколада. Хорошие, вкусные. Ты такая уверенная, такая, знаешь, что ты хочешь. Продолжай, развивайся, работай над ошибками. Я тебе говорю да. Ольга. Анечка, можно вопрос? Да. Скажи мне, пожалуйста, у тебя одинаковое количество желатиновой массы в каждом слой или разное? Одинаковое. Да, Оля, хороший вопрос ты задала. С подвохом. Тебе 13 лет, да? А, 12. 12. 12 лет. Я тебе такие вещи спрашиваю. Маленький совет по поводу трех шоколадов. Разное содержание какао массы в разных видах шоколада, поэтому чем больше в шоколаде какао массы, тем меньше желатина нужно класть. Соответственно, в белом побольше, в молочном поменьше, здесь еще меньше. Одинаковое количество, оно ведет к вот такой вот резиновой текстуре. Ты говоришь? Я говорю, да, естественно, я 12 лет, она мне три шоколада прислала. Спасибо большое. Стою, ее по молекулам разбираю, естественно, да. Анечка. Да. Этот момент настал. Пришло время услышать правду, только правду и ничего, кроме правды. Я хочу ее услышать. Итак, Борисовская Анна Юрьевна. Я говорю вам, да, вы в финале. Спасибо. Борисовская Анна Юрьевна, вы крутая. Да, ты крутая. Очень вкусный торт. Очень вкусный, очень достойный. Анна Юрьевна, во. Я в финале не подведу. Не подведи. Я в финале, и там я всех разорву. Болейте за меня. Следующий участник. Заходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то уже повеселее. Мне кажется, там вкусный торт. Вот очень хочется в это верить. То, что он красивый. Да. Меня зовут Марина, мне 14 лет, и я из Жуковского. В моем торте находится бисквит с корицей, шоколадный крем и смородиновая начинка. Как интересно. Ну, на слух вкусный. А декор вы сами делали? Да. Бизе и леденцы из Мальты. Давайте резать. Ну, а леденцы, кстати, идеальные. Вот видно, что у них они такие прозрачные, как стекла. Как красиво. Ой, я так люблю прозрачные леденцы. Мне смущает цвет бисквита. Ну, хотя он очень мягкий, кстати. Но шоколадный крем достаточно плотный сам по себе. Крем мог быть в два раза легче. Согласны? Да. Ну, давайте посмотрим, что скажут члены жюри. Сусана Арамовна, хочется услышать ваше мнение. Из сегодняшних всех тортов, этот торт по внешнему виду настоящий торт. Украшен красиво, цвета красивые, но по вкусу немножко надо поработать. Бисквит плотный и крем. Такой жирный, плотный. Я вам говорю, нет. Спасибо. Ольга. Сверху чем покрытый, я не пойму. Белково-масляный крем с добавлением шоколада белого. Вот, я такого просто никогда не видела. Вижу незнакомая текстура. Мне нравится этот бисквит с корицей. Мне нравится этот крем. Безумно вкусная смородина. Прям супер сочетание. Мне очень понравилось. Я говорю вам, да. Спасибо. Марина, у вас есть одно твердое нет и одно твердое да. И сейчас вас отделяют несколько судьбоносных секунд от главного вердикта вашей жизни. Плотный крем. Спасибо за вашу поддержку. Итак, финал проекта проходят. Рузманова Марина, Полякова Алина, Борисовская Анна, Латыпова Алсу и Пузикова Марина. В новом сезоне проекта «Кондитер. Дети» юным участникам предстоит повторить сладкие шедевры Рената Акзамова. Передо мной самые талантливые, самые яркие, самые мощные кондитеры России. Поздравляю вас, вы в финале. Ваши изделия заставили меня поверить в то, что вы достойны этого финала. То, что вы достойные претенденты на звание главного юного кондитера России. Но все, что было до этого, это были цветочки. До этого момента вы были детьми, а на этой кухне детей нет. Есть участники, которые борются за звание главного юного кондитера России и полмиллионище рублей. Марин, какая у тебя мечта? Я хочу открыть много кондитерских по всему миру. Сеть? Да. Ты хочешь сеть по всему миру? Да. Достойно. Алсу. Я хочу открыть свой кондитерский цех, возможно, где можно будет продавать всякие разные вкусности, сладости. Марина. Я хочу открыть сеть магазинов, где можно будет покупать продукты и печь свои изделия и продавать их. То есть тоже сеть хочешь открыть? Да. У нас два участника хотят открыть сеть, я смотрю. А полмиллиона достанутся только одному. И у вас у каждой есть такой шанс. Шанс победить. Пожалуйста, используйте этот шанс. Второго такого не будет. Ну что, вы готовы? Да. Да. В этой маленькой скромной коробочке находится сладкий сюрприз. Его я приготовил для красавицы, безумно талантливой актрисы, которая умеет смеяться над собой. Ваша задача сегодня повторить торт, который я приготовил на ее день рождения. Я с огромным удовольствием хочу представить вам свой торт. Добро пожаловать в наш сладкий мир. Этот восхитительный двухъярусный сладкий шедевр выполнен по мотивам русских народных сказок. Оба яруса, символизирующие дремучий лес, покрыты зеленым шоколадным велюром. Огромные камни, елки и грибы, выполненные из шоколада. Главным арт-объектом этого торта являются фигурки сказочных персонажей. Бабы Яги и Кощея Бессмертного, изготовленные из сладкой массы. Открылась коробка Рената, я увидела очень красивый торт. Просто вау-эффект. Как всегда, на высоте. Торт был очень сказочным сам по себе. Бабы Яга в ступе, вот она парила над тортом. Вот это вот меня удивило. Вижу ваши глаза, понимаю, что вам объем работы понятен. Поэтому давайте не будем тянуть. Ровно в 6 часов вечера в этой студии появится заказчик. Я ей пообещал, что она сегодня получит 5 точных копий этого торта. Она единственная от себя высказала несколько пожеланий. Первое. Торт должен быть вкусным. И здесь, коллеги, я вас не ограничиваю в выборе начинки. Делайте любую начинку, в которой вы сами уверены. На торте в обязательном порядке должны быть бабы Яга и Кощей. И, соответственно, глыбы, камни, елки. Тоже, как декорации, должны присутствовать на этом торте. На этом детство закончилось. Начинается настоящая профессиональная работа. Вы готовы? Да! Итак, три. Итак, два. Итак, один. Время пошло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все нормально? Сударки, извините. Юные финалистки в спешке разбирают инвентарь и продукты и приступают к изготовлению бисквитов. Я замешиваю шоколадный бисквит на молоке, делаю шипоновый бисквит. Я решила выбрать шоколадные коржи, потому что я очень часто делаю торты с шоколадными коржами. Шоколадное тесто, легкое приготовление, не надо ничего взвешивать. Я много раз делала этот бисквит, поэтому знаю примерную консистенцию и сколько чего надо добавить. Мне повезло, что я взяла первый миксер планетарный, сразу поставила взбиваться шоколадный бисквит. Торт будет очень похож на всем известный шоколадный батончик, орехи, карамель, шоколад. Все его прекрасно знают, и это мой фирменный рецепт торта. Его мне заказывают чаще всего. Я сделаю шоколадный бисквит, потому что это самый для меня простой, я его помню всегда наизусть, и это мой самый выигрышный бисквит. Блин, я слишком много залила. Как обычно. Но пока Марина Рузманова только замешивает свой бисквит, в финальной гонке, кажется, уже наметился лидер. Сейчас я буду ставить в духовку. Сейчас я взбиваю нежнейший ванильный бисквит. Почему ванильный бисквит? Потому что он у меня всегда получается вкусным и нежным. Это мой фирменный рецепт. Это проверенная рецептура, на которую я могу положить. Я решила сделать сначала классический бисквит по рецепту моей бабушки. Я думаю, он, как всегда, получится воздушный, поэтому именно его и я делаю. Без бабушки я отлично справляюсь. Я сама все прекрасно делаю, а бабушка со мной и с мыслями. Но что-то пошло не так, потому что у меня получилось мало порции, но я независимо от этого поставила в духовку. Пока Алина только ставит свой бисквит в печь, Аня уже достает свой первый готовый. Сейчас пройдем вскрытие, и этот бисквит я буду переделывать, потому что он получился сырой и осел. Никогда не надо опускать руки. Выкинула, очистила форму, завела новое тесто. Я постараюсь учесть, что не сделала в прошлый раз, постараюсь делать вверх. И вот новый бисквит уже на подходе. Бисквиты всех участниц заняли свои законные места в печах. Так что теперь можно спокойно приступать к приготовлению начинок и кремов для торта. В холодильнике я нашла вишню и решила сделать компоте из вишни. Сейчас я делаю вишневую начинку, чтобы у меня получился торт «Черный лес». Смешала вишню с сахаром. И сейчас буду добавлять крахмал, чтобы начинка загустела. Я начала готовить карамель, растопила сахар, добавила туда масло сливочное, сливки, соли немного. У меня получится нежнейшее, вкусное, сладкое, вообще самое лучшее карамель. На кухне я увидела апельсины. И в моей голове случился щелчок. Сейчас я выдавливаю сок апельсина для апельсинового курда. Здесь у меня уже апельсиновый сок, цедра, скоро будет сахар. Начинка у меня получится самая вкусная, самая сочная и мощная. По-нашему, по-сибирски. Ароматы цитруса разлетались по всей кухне. Сорило апельсиновое блаженство. По кухне разлетаются не только апельсиновые запахи, но и сливочный аромат шоколада. Сейчас я топлю шоколад. Для покрытия торта я делаю белково-масляно-шоколадный крем, чтобы он был стабильный и выглядел хорошо. Я отвлеклась на взбитие белков и потом отмеряла масло. А забыла, что у меня шоколад стоит. Вообще, вот шоколад горел. У-у-у-у-у! Капец, смотри, какой капец. Что я с ним делаю теперь? Ничего с ним не делаю. Не буду я трогать белый шоколад, а то еще студию спалю. Сделаю обычный крем-чиз для выравнивания торта. Проблемы с кремом настигли не только Марину. Что ты сейчас делаешь? Крем-чиз на масло первый раз в жизни. Крем-чиз – это классика, ее любят все. И это стабильный крем, поэтому я выбрала его. И я надеюсь, что все будет супер. Я торопилась и совсем забыла разделить крем на белый и зеленый. Я красила полностью весь в зеленый цвет. Поэтому и внутри у меня будет зеленый крем, и снаружи я тоже покрою торт. Сейчас я делаю заварной крем. Он у меня очень хорошо получается, поэтому делаю именно его. Сейчас я здесь кипячу молоко, а здесь делаю основу. Я думала, что все будет нормально, но что-то пошло не по плану. Заварной крем мой не загустевает, поэтому я начала сомневаться и решила переделать. Сейчас буду делать самый простой крем – сгущенка и масло. Он получается всегда вкусный, поэтому сейчас заменю заварной на сгущеночный. Я забыла рецептуру, немного засмущалась и начали опускаться руки. Я не справляюсь в этот раз, потому что даже несмотря на то, что у меня уже готов бисквит, крем у меня не получается, ну, не идет. И поэтому я хочу просто уйти. Алиночка начала переживать. Мы ее всячески старались поддержать. Ну, малыш, ну, ты столько прошла, ну, чего ты расстраиваешься? Ну, не пускай. Ну, не пускай. Вот ты потом через много лет скажешь, блин, а вот тогда я могла еще побороться за первое место. Не пускай. Нет, ты потом пожалеешь. У меня такое было. Я фигурное катание бросила, сейчас знаешь, как я делаю. Девочки меня всячески подбадывали, за это им спасибо, они очень понимающие. Пожалуйста, не сдавать, очень обидно будет. Ну, а как можно сдаться? Приехала же, надо бороться до конца. Надо всем показать, какая ты крутая. Но она совсем потеряла дух, расплакалась. Я не справляюсь, я не хочу мучить себя, вот так. Ну, я, конечно, взрослый человек, я приняла решение сама покинуть проект. Мне просто легче уйти, чем тут мучиться, просто так, мне так легче. Я всегда мечтала попасть на кондитер, я попала, для меня это уже какой-то опыт. Я очень рада, что жюри мне сказали да. Ну, вот, бывает такое, что просто если чувствуешь, что тебе как-то нехорошо, то лучше себя послушать, чем продолжать это. Я так считаю. Алина, больше никогда не сдавайся и приходи в новом сезоне. Мы тебя все будем ждать по телеку. Тем временем у оставшихся финалисток уже испеклись бисквиты. О, он получился идеальный. У меня получится просто сказочный, вкусный и сказочно красивый торт. Смотрите, сейчас будет пористость. Красота. Вот, красота. Я хочу передать привет моему младшему брату и моей младшей сестре. И эта пористость бисквита посвящается им. Я начала собирать торт. У меня были все фабрикации очень хорошего качества. Бисквит вообще шикарный. Карамель тоже шикарный, мягкий, тянувшийся, красивый. И крем. Крем вообще очень вкусный, классический. Сейчас я собираю свой торт. И я сделала бортики для вишневого конфи, чтобы он не вытек. Я сделала две начинки. Одну на вишневого, одну шоколадного. И сделала крем-чиз на творожном сыре. И сделала пропитку также, чтобы торт не был сухим. Сначала все пошло как по маслу, но в какой-то момент мой торт сполз. Ой, как неприятно. Торт разъехался. У меня уже начала паника, потому что я уже не могла его шпателем взять. Не могла уже хорошенько застегнуть. Ну, в общем-то, застегнуть. Куда застегнуть? У меня руки в красителе. Помогите ей, Ктоник. У меня тоже руки в красителе. И все, пожалуйста. Половина торта у меня уже, скорее всего, свисала. Я уже нервничала. Я пыталась этим шпателем как-то поделить уже. Давай. Спасибо большое. Спасибо большое. Вообще огромный респект. А за помощь. А вот с тортом Марины, которая всем активно помогала, по иронии судьбы снова приключились неприятности. Да у меня ничего не получается. У меня все коржи развалились, все развалилось, все. При сборке мой торт был похож на кучу. Торт разваливается. При сборке торта у меня не получалось ровно, потому что не было времени, чтобы поставить это все в кольца. Когда смотришь, это так легко все кажется. И думаешь, господи, что вы выровнять нормально не могли. А сама в этой ситуации оказываешься. И получается, что очень сложно. А в таких условиях нет времени поставить в кольцо. Мало бисквитов. Получается тяп-ляп. До конца испытания остается меньше часа. И финалистки спешно приступают к изготовлению декора. И пить бабулку, и кащей мне было достаточно просто. Я взяла проволоку, как будто фольгой небольшим слоем, потом начала обматывать мастикой белой. Этот чувак стоит в планке. У нас очень такой... Мне повезло с кащаем. Он получился очень современный, спортивный и красивый. Это вообще главное. Вам кащей длинные ноги делать? Да. Красивые длинные ноги. У меня, получается, сосиска на палатчике. Поняв, что надо делать фигурки из мастики, я немножко приюныла, потому что нечасто с ней работала. Но я не сдалась, что я вам советую. И начала делать кащея. Немножечко кривоват, собственно, кащея. Но он все-таки сказочный. А сказку пишет сказочник. Поэтому сегодня все в моих руках, которые сейчас очень быстро стараются сделать бабыгу. Я делаю ступу для бабы-яги. Окрасила мастик. Ладно, все, ступу готова. Я еще не работала с мастикой. И это было для меня проблематично. Сделать двух персонажей. Причем эти персонажи были очень сложные. Надо было сделать реалистичным лицо, руки, ноги, тело. Я хотела сделать бабу-ягу, но получается какой-то люля-кебаб. Грузинская кухня. Я долго очень провозила с этим тортом, делала много начинок, экспериментировала и, в общем-то, забыла про декор. Ну и поняла то, что время уже поджимает. Начала делать самое главное. Я сейчас делаю елку. Я не буду делать его объемным, потому что у меня не хватает времени. И я буду делать его... Елка, она... Вот так ладно, пусть так будет. У меня еще оставалось немного крема. И поняла, что елочки можно сделать с помощью крема. Предполагаемые елочки, получите, пожалуйста. Я вас очень прошу. Торт... На торте Рината были елки, и нам тоже нужно было их сделать как обязательное задание. Я решила взять изомальт, потопить его, добавить краситель зеленый, немного черным, чтобы цвет был более естественным и белый, чтобы карамель была непрозрачной. С первого раза в жизни я работаю с изомальтом. Сейчас делаю елочки. Вот, сделала капельки, потом их вот расплющила, скажем. Вот. Я учусь на елочка. Елочка, конечно, получилась кривоватая, но, как вы сами знаете, в России таких полно. Испытание подошло к концу. И сейчас юным финалистам предстоит продемонстрировать свои работы Ринату Акзамову и звездному заказчику. Вот они яркие, талантливые, мощные, гениальные кондитеры. Я вас приветствую, вы дошли до финальной дегустации. Молодцы, поздравляю. Вы знаете, я уверен, что наш звездный заказчик сегодня будет удивлен 4 раза. Ведь у вас 4 разных начинки. Ну что, сейчас произойдет встреча с звездным заказчиком. Итак, вы готовы к встрече? Да! Ну тогда под громкие аплодисменты встречайте в нашей студии известная актриса и красавица с чувством юмора Надежда Сысоева. Здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте. Рады вас видеть в нашем сладком мире. Приятно. Привет. Здравствуйте. Наденька, хочу тебе представить наших ярких, мощных финалистов. Тысячи заявок, сотни участников добрались до нашей студии. И только четверо самых крутых кондитера оказались в финале, чтобы сделать торт для Надежды Сысоевой. Девочки, так приятно. Наденька, насколько мне известно, что ты любишь не только творчество Александра Сергеевича Пушкина, но и любишь сладкое. Очень. И тирамису? И тирамису. И чизкейк? И чизкейк. И три шоколада? Брауни. Брауни? Ну, тогда я с огромным удовольствием хочу тебе представить твой торт. Та-дам! Ух ты! Вау! Это произведение искусства. Да, Надюш, здесь все съедобно. Да? Абсолютно все. И грибы. Естественно. И даже баба-яга. И бабки-ешки можно откусить. Абсолютно все. А Кощей такой симпатичный. Я надеюсь, это не я. Нет. Это я и Ольга Вашуринов. Скорее так, да. Скорее так. Боже. На самом деле, хочешь, можешь сейчас откладывать. Играешь шеплелочки. Лучше не надо, иначе потом зеленые будут. Да. Но представь, как ты попробовала. Потом безнула. Да. Супер. Мне очень нравится. Наденька, надеюсь, ты довольна результатом? Очень довольна. Спасибо огромное. По мотивам Александра Сергеевича Пушкина. Я обожаю эти сказки. А теперь я хочу тебе представить четыре точных копии этого торта. Давайте посмотрим. Итак, настало время представить первого участника. Марина, открывай. О-о-о! Вот это да! Грибы. Обалдеть. Грибы. Баба Яга. Дед Мороз. Там есть абсолютно все. Да. Просто обалдеть. Здравствуйте. Я вам принесла свой торт. Он называется «Возвращение Бабы Яги». Каще очень долго ждал Бабы Ягу. И Баба Яга прилетела на ступе к нему. И наконец-то они встретились. Класс. Только они с разных сторон. Это у них такая интрижка. Интрижка. Да. Это вообще просто. Это такой активированный уголек у нас. Его кто-то уже, видимо, ел. Но Баба Яга четко. Баба Яга – абсолютно точная копия. А где ступа? Ступа? Баба Яга. А, все. Она в ней. Баба Яга бросла в ступо. Они просто слились. Они воедино. Воедино. В монохроме. Ну, неплохо. Такой арт. Арт-объект. Арт-объект. Разрешите? Поживаю вам руку. Мне даже ее форма торта нравится больше, чем моя. Да. Почему вы такую форму не используете? Я думала, чем моя уже. Не-не-не. Одежда. А оно не настолько, конечно. Что внутри? Внутри шоколадный бисквит, крем на основе крем-чиза и маскархона. И вишневая начинка. Режем. Так смешно, чтобы он не улетел сейчас. О! А Баба Яга-то съедобная? Да. Я смотрю, у Ольги Вашуриной появился конкурент. Я тоже так чувствую. Мне нравится. Это самое главное, чтобы нравилось заказчику. Мне очень понравилось и по вкусу, и по виду. Ольга. Ну, я скажу, что это очень вкусный торт. Шикарный шоколадный бисквит. Крем на самом деле вкусный. Несмотря на то, что кажется, что он отсекся. Ну, скорее всего, он отсекся. Но вкусный. Вишня тоже мне немножечко досталась. Спасибо. Немножечко. Я довольна. Спасибо. Марин, этот торт вкусный, правда. И главное, что наша заказчица довольна. Спасибо. Начало хорошее. Спасибо большое. Спасибо. Надежда, на самом деле я переживал, правда. Но теперь мне как-то внутренне в душе стало спокойней. Сейчас я понимаю, что участница действительно сильная. Теперь следующую работу представит Алсу из Башкирии. Приехала сюда специально, чтобы претендовать на звание главного юного кондитера России. Алсу, открывай коробку. О-о-о! Вот это эльф. Это что за шпиль? Это шпиль в иле, а не шпиль. Баба Ёшка, точно, центровая. Модная. Да. Этот торт называется Бабыга на отдыхе. Она пошла к Кащею. Они чуть-чуть поругались с Кащеем и она решила отдохнуть своим лицом. А как и все мы девочки с утра. Мне очень нравится, что он такой яркий. Здесь сразу два тона зелёного. Это выделяет, в отличие от предыдущего тортика, выделяет ёлочки и всю растительность. Ну, Кащея, конечно, не хватает. Всё-таки сказка-то там, он центровой, знаешь. Ну, ладно. На самом деле без Кащея скучно, наверное, бабки-ёшки. Но я вижу, что это вот огород. Бабка-ёшка в виде пугала. И она вот призывает, где ты, мой Кащей, где ты, мой Кащей. Так кружатся птицы, птицы, вороны, вороны. Фантазёрка. Что? Это Фрейд, да, Фрейд. Везде Фрейд. Всё хорошо, красивый, торпливый. У меня есть вопрос. Сколько там коржей? Три. То есть это не тяп-ляпа, заморочка. Я-то думала, это как-то вот так тесто и располагается. То есть там есть коржи. Умничка. Давайте посмотрим, что внутри. Внутри находятся шоколадные коржи, шоколадный ганаш и висня. Очень вкусная начинка. Вот тебе всего 11 лет, и ты уже вот этот ганаш с мастикой работаешь. Это так круто. Режем. О-о-о! Что это разрез? Разрезище! Красиво. Ну, конечно же, я вижу не очень хороший бисквит в центре, и вижу шикарный бисквит сверху и снизу. Так, давай попробуем. Надежда? Главное, не съешь всю начинку, как в прошлый раз. И вишню желательно оставить нам хотя бы кусочек. Очень хороший корж. Пропитанный. Мне понравилось. Середина тоже понравилась? Да. Это как будто такая изюминка. Главное, чтобы зубы не слепались после этой изюминки. Я не могу остановиться. Что за крем? Кремки из обычной. Это что-то невероятное. Он не обычный, Алсу. Его приготовили твои золотые ручки. Спасибо большое вам. Очень вкусный торт, невероятно вкусный шоколадный бисквит. Вишня бесподобная. Кто тебя научил готовить так начинку? Невероятно. Я поражена. Алсу, спасибо. Давайте посмотрим работы других участников. Спасибо, Алсу. Умничка. Итак, Надежда, следующая участница, твоя землячка. Она тоже из Сибири. Великолепная Анна. Открывай коробку. О-о-о-о. Такой шикарный двухъярусный торт. Как тебе лицо бабы-яги? Это запомнится, я думаю. Сегодня ночью я его еще раз вспомню. Вот я, например, вижу в этом торте бабку-ежку кентавра. У меня вот почему-то вот так в видении. Но самое главное, какая она вот хлебосольная. Титаник, Титаник. Да, такой Титаник. Я хочу вам представить свой торт. Волшебная сказка. История моего торта такова, что Кощей Бессмертный решил у себя в саду вырастить апельсиновое дерево. И у него созрели вкуснейшие апельсины. Но баба-яга об этом узнала и тоже захотела таких апельсинов. Но выращивать сама она их не хотела и прилетела к Кащею. Взяла она у него апельсины на ступе и хотела уже улететь. Но Каще все заметил и ее ухватил. Баба-яга раскинула руки и апельсины упали. Как вы могли догадаться, внутри апельсиновая начинка. А именно вкуснейший апельсиновый курт и нежнейший ванильный бисквит. Вот это презентация! Вот это презентация! Анечка, браво! Пока ты идешь на первое место очень уверенно. Режем. Как-то режется. А что там внутри? Апельсиновый курт и бисквит. Выглядит немножечко это... Как сэндвич. Не успевала. Немножко. Ну давайте посмотрим. Может быть, по вкусу он окажется уникальным. Спасибо. Но на самом деле, как минимум, участница смелая. Сделала апельсиновый торт. Это сложная начинка, сложный продукт. Апельсин может быть либо кислый, либо сладкий, либо горький, если цедра неправильно обработана. Апельсин вкусный. Вкусный. Мне очень понравилась начинка из апельсина, но коржи недостаточно пропитаны. Может быть, мало времени прошло, если бы он чуть-чуть постоял, он бы как раз этим апельсином и пропитался. Ну вот, посередине корж мягкий, но два других, сверху и снизу, суховатый. Апельсин классный. Ой, как пахнет! Ой, как пахнет! Ой, как красиво! Ой, как он вытекает! Ой, как я такое люблю! Ручеек бомбесный. Сочненько. Спасибо. Да, да. Вот такие же эмоции у меня сейчас появились. Да. Это очень вкусно, очень сочно. Спасибо тебе. Анечка, ты знаешь, у тебя торт неплохой, достойный. Есть маленький нюанс с бисквитом, но апельсиновая начинка – это большой риск. Ты на него пошла и сделала все достойно. Неплохо. Анечка, спасибо огромное. Возвращайся. Спасибо. Сегодня прямо не стыдно за финалистов, Ольга. Нет, совершенно не стыдно, совершенно незаметно, что у нас детский сезон, торты взрослых участников. Итак, Марина, открывай. О-о-о! О-о-о! Вот это да! Вот это да! Вот такое интересненькое наверху. Слушайте, один в один. А елочку? Елка. Ты забрала ему Лената Лемаревича, что ли? Нет, она не забрала, это ее елка. Это твоя елка или это стопка? Да. Это елка из карамели? Из из Амальта. Я в шоке. Подождите, я даже и не давал задания сегодня работать с карамелью, ты решила сама сделать елку из карамели, да? Угу. Ты правда это сделала сама? Мне нравится форма, так все аккуратненько. Форма двухъярусная. Максимально похожая, идентичная. Один в один. Этот торт тоже похожий. Один в один, кстати, да. Я приготовила для вас торт «Чудный лес». Чудный он, потому что все, что в нем присутствует, очень чудное. Кащея очень чудное. Обычно его изображают в черном цвете, а я его изобразила в коричневом. А в каешке, она вся ушла в стопу и укаталась пледом. Это все так слилось, и поэтому ее тело остального не видно. Грибы, они тоже чудные, они без белых точек. Следовательно, они тоже чудные. А вот камешки вы можете взять. И не чудные. А вы камешки можете взять, откусить внутри них дорожное каточку. Поэтому они тоже чудные. Да что ж, картошка. Можно я кусну? Да. Давай побольше. Мы не докусили. Докусили, да? Мы не докусили. Надо насквозь торт, Надежда. До середины, до позвонка надо добраться. Серьезно? Да. Необычно. Но теперь я очень переживаю. Потому что часто участники, которые уделяют много времени декору, делают невкусные торты. Я теперь тоже буду переживать. И я за Марину очень переживаю. Внутри торта шоколадные бисквиты, мягкая карамель и рубленый жареный миндаль. Ой, как должно быть это вкусно. Карамель ты умудрила? Давай попробуем. Режем. Ты как смела она. Смела. Оп. Все самое вкусное для нас. Ощущение, что она работает прямо в ресторане шеф-кондитера. Пол торта. Я бы вообще сказала, что Марина художник. Как так можно повторить? Я в шоке. Очень похоже. Бисквит правильный, достаточно мягкий. Крем плотноватый, большое количество сыра ты туда бахнула. Консистенция карамели граничит. Тяночка. Ее чуть-чуть переварила, я боюсь, что она будет липнуть к зубам. Итак, Надежда, звони стоматологу. Да. Пусть приезжает на помощь. Начинаем. Зубки готовы? Надя, можно личную просьбу? Оставить карамель. Давай тебе еще кусочек отрежем. Но наш звездный заказчик пусть наслаждается. Мы поделимся подружками, поделимся. Это очень вкусно. Прости, я еще ложечку. Ладно, ешь, я если что туда дойду. Ешь, ешь, наслаждайся. Когда еще так порадуешь себя? Очень вкусно. Коржи. Супер. Начинка мне понравилась. Необычно. Наверное, из-за того, что добавили орехи. Ольга. Что-то невероятное. Такой влажный, пропитанный бисквит. Нежный крем. Карамель восхитительная. С орешками. Немножечко горчит. Но в общем, мне очень понравилось. Ты большая, большая молодец. Но я хочу не согласиться с Ольгой. Не соглашайся. Во-первых, ты не большая, большая молодец. А всего лишь маленькая. 13 лет. Молодец. Большая будешь, когда будешь взрослая. Это первое. Второе. Что касается карамели. Не могу назвать твою начинку идеальной. Есть нюансы. Как и в работе каждой участницы. Марина, спасибо. Итак, Надежда, Ольга. Мы попробовали все четыре работы наших прекрасных финалистов. И скажу честно, выбор непростой. Есть участницы, у которых совершенно роскошный, пышный, легкий, воздушный бисквит. Есть участницы, у которых классный декор. Есть участницы, у которых очень вкусный крем в обмазке. Непростой выбор. Но мы должны его сделать. Ну, во-первых, хочу вам выразить огромную благодарность. Все молодцы. Все молодцы. Браков в этой студии нет. Мы получили четыре работы взрослых профессиональных кондитеров. Браво. Второе. Ваши торты, настолько они все правильные, сбалансированные, крутые. Но несмотря на все это, наша задача выбрать одного победителя, который отправится в суперфинал проекта «Кондитер дети». Бороться за звание главного юного кондитера России. И полмиллиона рублей. Итак, во дворе тишина. У телевизоров тишина. Выключите душ. На кухне всем тишина. Ложкой громко чай не перемешиваем. Итак, внимание. Имя нового суперфиналиста. Марина. Какая Марина. Нас две Марины. Я в курсе, что две Марины. Но в суперфинал отправится одна Марина по фамилии Пузикова. Браво. А вот теперь обнимушки. Дети. Марина, ты в суперфинале. Браво. А теперь можете врубать соседских собак и танцевать. Браво. Браво. Марина. Поздравляю. Я очень рада, что я прошла в суперфинал. Сегодняшний день показал мне, что это не так уж и просто, как кажется со стороны. Я буду бороться и покажу всем все, что у меня есть. Всем пока. Всем пока. Продолжение следует...